Всем щербет, дорогие друзья! Приехало несколько новиночек по фениксу. Я сперва хотел их всех показать, но буду сохранять интригу. Следите за каналом. В течение недели плюс-минус по чуть-чуть будет выкладываться новые видосики о фонариках. Начнем сегодня мы с вот такого интересного малыша. Это универсальный фонарь Г-образной конструкции. По факту он не Г-образный, но вы понимаете, который можно носить в руке, можно поставить на стол, можно использовать как наключник, вот есть отверстие, и как налобный фонарик. Есть крепление. Давайте обо всем об этом поподробнее. Итак, победитель ИСПА 2016-2017, хотя вроде бы фонарик новый, я не совсем понимаю, почему здесь написано, что это вот 2016 года, может быть какое-то переиздание или что-то подобное. Но все-таки давайте смотреть. Мне он очень понравился, как это все реализовано. Мини-мульти-пурпос хенд-лэмп, то есть, понятное дело, заявлено как налобный фонаричек, но мульти-задачный. Максимально 70 люмен, 2 метра можно погружать под воду, это значит водозащита IP68, что радует. И питается малыш от одной 3А батарейки, которая входит в комплект. 3А, кто-то их знает как мини-пальчиковые, кто-то их знает как мизинчиковые, это в сути не меняет. Все это 3А батарейка. Налобный, вот ручной, и флудлайт, спотлайт, ну это, собственно, можно еще менять у него, либо рассеянный свет, либо точечный. И это вообще гениальное решение, как это все там реализовано. Диод здесь Philips LXZ2, так, 50 тысяч часов у него жизненный цикл, 5 лет гарантия от Fenix, понятное дело, ссылочка будет в описании. Друзья, я хочу сказать, что данный фонарик стоит на сайте, там что-то около, по-моему, 500 с копейками гривен. Но за такую цену я вам скажу, что это просто бомба. Бомба, пушка, ракета и фонарик для тех, кто шарит, друзья. Кто не гонится за какими-то там зубодробительными люменами, 1000-1800 люмен и прочее, прочее. Давайте посмотрим еще, вот здесь вот где-то у него были более подробные характеристики. Если что, нажимаем на паузу и читаем. Вес 33 грамма, очень легкий, цифровая стабилизация тока, фонарик запоминает режим. Обратите внимание, вот в таком маленьком формате, как правило, либо просто включение-выключение на скруточке у нас, да, открутили контактики, закрутили. Либо просто механической кнопкой переключать режимы, никакой электроники нет. Здесь же три режима и он запоминает еще их. То есть, на каком режиме вы включили, на таком, вернее, раньше, на каком вы выключили, на таком он и включится. Хоть их здесь и всего три, тем не менее, это тоже такое интересное дополнение. Вообще, много впихнули инноваций в такой маленький корпус, в такой маленький фонарь. С относительно небольшой ценой, я считаю, потому что, ну, 500 гривен на сегодняшний день, это прям, ну, ну, совсем недорого, друзья. Вы, наверное, в ресторан не сходите один раз так покушать на 500 гривен сейчас. Есть рантаймы у нас, он может работать от никель-металлогидридного аккумулятора 1,2 вольта и может работать от обычной батарейки 1,5 вольта. Однако, 3,7 аккумуляторы литий-ионные, видите, запрещено, нельзя спалить диод, поэтому имейте это в виду. Ну, здесь примерно указаны рантаймы, сколько же он проработает, на каком режиме, да, и на какой дистанции это будет все происходить, с какой интенсивностью по канделам. IPX8, так, ну, это мы уже все видели. Давайте посмотрим на сам фонарик. В комплектации, помимо коробочки, шел малыш и вот такое вот налобное крепление. Давайте его посмотрим немножко поподробнее. Это качественная резиночка, фирменная от феникса, приятного голубого цвета. Здесь пластиковое крепление, полупрозрачное, куда это все дело может вщелкиваться. Налобное крепление, естественно, у нас регулируется, центральная часть отсутствует. Ну, для фонарика с таким весом оно и не нужно, поверьте. Давайте я вам покажу, здесь все тоже качественно. На резьбу нанесено анодирование, есть силиконовая прокладочка, но резьба сухая, поэтому лучше просиликонить. Контакты все здесь качественное, позолоченное, да, для того, чтобы не окислялось, для лучшей проводимости. Резьба очень приятная. На торцевой части у нас кнопок нет никаких элементов управления, поэтому фонарик у вас может стоять на столе. Или бы вот так вот, нет, со стороны кнопки он все-таки стоять отказывается. Видимо, кнопочка чуть-чуть выпирает. Но, тем не менее, вот так вот его поставить можно. Алюминиевый корпус с военным анодированием, торцевая кнопочка управления и вот такой вот рефлектор, который вы можете менять. Видите, вот это вот у нас рассеянный свет будет, пятнышко без ходспота, да, и можно сделать так, чтобы он светил больше вдаль. Вот у нас появилось пятно. Вот так вот, раз, и все, пятно у нас смазалось. Но, на самом деле, прикольное решение. Я не понимаю, почему, в принципе, вообще в других Г-образных фонарях нельзя такое реализовать. Рефлектор у нас гладкий, что позволяет ему светить чуть дальше, да, и вот так вот он будет у вас светить в стороны. Три режима. Включается с зажатием. И раз, два, раз, два, три, да. Переключается. Опять же, повторюсь, на каком режиме, вот средний, мы на нем выключили, и с зажатием он на нем и включится. Вы можете установить удобный вам режим и работать только на нем. Давайте его щелкнем в крепление. И теперь он превратился в налобный фонарик, который может вот так вот поворачиваться и светить вам под ноги, давать возможность работать руками, не зажимать его в зубы, да, и это добавляет ему еще большей универсальности. В целом, как это все сделано на таком маленьком фонаре, я просто удивляюсь. И запоминание режимов, и хорошая водозащита IPX8, и сменный вот этот вот рефлектор, который позволяет светить вдаль, либо рассеянным светом, можно носить в руке, можно использовать как наключник, можно носить на лбу. И стоит это все дело недорого, друзья. Ну, блин, если у вас еще завалялись где-то аккумуляторы никель-металлогидридные, на 1,2 вольта и зарядная к ним, это прям идеальное решение, друзья. Ну что, давайте посветим. Ничего, конечно, сверхъестественного вы не увидите. 70 люмин не так уж как бы и много. Можно светить спокойно в пределах какой-то моей комнаты, моей квартиры. Но, тем не менее, погнали. Ну, вот 70 люмин, ребятки, в темноте. Оно даже заливает светом комнату, если я свечу в потолок. То есть, и это можно вдаль куда-то посветить чуть-чуть. Ну, не сказать, что прям сильно, да. Вот, обратите внимание, вот это у нас рефлектор, я понимаю. А вот это, вот пятнышко. Не знаю, насколько это будет видно на камере. В целом, прям какой-то радикальной разницы нет, я вам так скажу. Ну, просто рефлектор убирает полностью пятно и делает заливной свет. Идти под ноги, хватает света. Даже ехать на велосипеде можно с такой мощностью. Давайте первый в плечо. И вот первый. Ну, это такой, только так, что-то в подъезд зайти. Второй уже можно спокойно в лесу по тропинке, не заблудитесь. Ну, и третий уже даже заливает помещение. Проткните императорский лайк, друзья. А с вами был еще разок. Все ссылочки будут в описании. Увидимся. Пакера. Субтитры сделал DimaTorzok